Добрый день, в эфире программа Молния, студия Александра Гаврилова. Госдума единогласно приняла закон о СМИ и на агентах. Теперь Минюст России имеет право обязать СМИ, которые работают в России на поступающие за границы деньги, зарегистрироваться в качестве организации, выполняющей функции иностранного агента. Ранее данная мера распространялась только на НКО. Инициатива была подготовлена в короткий срок и стала ответом на нападки американских властей на телеканал Russia Today, а также информагентство «Спутник». Напомню, 13 ноября телеканал Russia Today по требованию Минюста США был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Россия незамедлительно подготовила симметричный законодательный ответ. Россияне выберут название для моста через Керченский пролив. Онлайн-голосование уже началось на специальном сайте. Оно продлится около месяца. Официальное название моста позже появится на топографических картах и дорожных информационных указателях. Выбрать его можно из пяти вариантов. Крымский, Керченский, Тузлинский, мост дружбы или мост воссоединения. Варианты определил организатор голосования Минтранс России. Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться оригинальным названием в графе «Свой вариант». Более 40% россиян сделали прививки против гриппа. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Пятерки лидеров по охвату вакцинации населения – Республика Тыва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Пензенская область. Проведенный в начале октября опрос в ЦИОМа показал, что более половины россиян, имеющих несовершеннолетних детей или внуков, уверены, что прививки детям делать определенно нужно. Еще 29% опрошенных считают, что вакцинация скорее нужна, чем нет. Категорически против прививок высказались 5% респондентов. К партийным новостям. Агитпоезд ЛДПР продолжает следовать по стране. Накануне он прибыл в Нижегородскую область, где перед жителями выступил куратор региона, депутат ЛДПР Александр Курдюмов. Все подробности далее. Эти поезда идут по стране только для того, чтобы депутаты фракции ЛДПР смогли пообщаться с населением, с глубинкой страны. Потому что глубинка страны самая бездольная, самая брошенная. Депутаты фракции едут сюда, в эти маленькие поселения, в маленькие города. И здесь идет прием граждан. Не обязательно людям ехать в Москву, в какие-то крупные города, в областные центры, искать депутатов. Здесь депутаты каждый год практически приезжают и каждый год ведут некий прием. Здесь принимают обращения, здесь можно получить нашу атрибутику. Это полномерная, реальная, большая работа с избирателем. Проблем очень много. И начиная от плохой воды, заканчивая пенсиями, пособиями, различного рода акцизами, которые увеличили. Всего-всего-всего. Полный перечень. Поэтому глубинка живет очень плохо и проблем все больше и больше. Депутаты приезжают редко. У нас очень много проблем всяких. С зарплатами проблема очень большая. Дороги у нас вообще нет. У нас здесь нет, цену ничего нет. Зарплат вообще нет. Что там получают по 7-8 тысяч? К властям район бывает обращаемся, а что толку? Если глава администрации, если чиновник на местах не решает проблемы, которые должны решать, мы уже депутаты Государственной думы, фракции ЛДПР едем и начинаем решать эти проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Накануне, в Международный день сирот, в Доме кино состоялась премьера художественного короткометражного фильма «Мать». Игорь сценарий основан на реальных событиях и рассказывает об истории мальчика, который в трехлетнем возрасте остался сиротой. Фильм «Мать» нацелен на привлечение широкой общественности к проблемам детей-сирот, просвещение общества, а также на увеличение числа семей, которые только задумываются о принятии в семью подростка-сироту. И сегодня все подробности идеи создания фильма узнаем у режиссера и продюсера Михаила Комлева. Михаил, я приветствую вас в студии и позвольте, во-первых, поздравить вас с успешной премьерой фильма. Я также знаю, что для вас это было волнительное событие, потому что это был ваш дебют в роли режиссера. На самом деле очень много актуальных тем, социально значимых. Вот почему именно эта тема? Вы знаете, у меня с детства были какие-то такие моменты, когда я наблюдал за другими детьми, и эти дети по разным причинам попадали в детские дома. Допустим, у моих родителей были друзья, которые, к сожалению, умерли от рака, и ребенок оказался в детском доме. Я очень долго изучал эту тему. Сейчас у меня есть многие, скажем таки, близкие люди, подругу, у которой 13 детей, 11 из них приемных. И Наташа Городиская, я назову ее имя, она заслуживает этого. Она ведет общественно большую деятельность. Я считаю, что такие люди, они герои, они спасают таких детей, дают им путевку в жизнь. И как бы долго изучая судьбы детей, общаясь с ними, я понял, что нужно начинать именно с этого. У меня очень много планов дальнейших, дальнейших работ. И мы задегистрируем даже специально фонд социального кино, который будет заниматься конкретно социальными проблемами. Я искренне верю, что люди будут отзываться. Люди показали свою доброту, показали свое, настоящее искреннее сердце. И каждый человек переводил сколько мог. Фильм снят абсолютно на народные деньги. Нас, к сожалению, не поддержали богатые, известные люди. Но многие люди пришли к нам на премьеру. И я хочу сказать огромное спасибо всем. Это было посол Кипра. Это была Анна Кузнецова, полномоченная при президенте России по защите детей. Это были люди из администрации президента. Это был Борис Грачевский, Юлия Шилова, Мехди Брагими Вафа, Елена Люлякова, Алина Делис. И многие-многие известные люди, которые пришли в этот вечер и поддержали. Для премьеры нам дали абсолютно бесплатно Дом кино. Приехал, наверное, 800 или даже больше человек. Главное, всем хватило места. Выступали дети из проекта «Ты супер». Мы специально привезли победительницу Валерию Адлейба, которая пела две песни. И у нее была мечта, если вы знаете историю, в двух словах расскажу. Когда сгорел ее дом, и сгорел в этом доме дедушка, спасая вещи Валерия, родителям негде было жить, и они приняли решение отдать девочку в интернат. Девочка жила в интернате определенное время, и потом стала участвовать в конкурсе. И когда они ехали в конкурс, она сказала, «Мама, я хочу, чтобы мы выиграли с тобой деньги, и вы сможете купить дом». И благодаря проекту девочка победила, и ее мечта осуществилась сейчас. Она живет в семье. Михаил, у нас есть трейлер к фильму «Мать». Для тех, кто еще не видел этот фильм, я предлагаю прямо сейчас просмотру трейлер к фильму «Мать». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, заколебали оба, выбирай, или я, или он. Понятно? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Никуда не уходи. Мам, стой! Мам, стой! Жди меня здесь! Мама! Мама! А мы продолжаем прямой эфир, и сегодня мы говорим о фильме «Мать». Михаил, вот сейчас мы посмотрели трейлер, действительно очень кадры эмоциональные, но и мы также видим, что в этом фильме приняли участие актеры, известные актеры, и я знаю, что все они дали согласие сыграть в этом фильме бесплатно. Вот как вам удалось убедить и объединить этих людей? Вы знаете, когда я написал Алексею Кортневу, он согласился, и чуть позже я узнал, что он сам помогает благотворительному фонду, который занимается изучением детей-сироты и помощи. Станислав Садальский, он сам сирота, и из детского дома, когда у него умерла родная мама, папа принял решение отдать его в детский дом. С Олей Тумакиной мы дружим много лет, и я ее увидел именно на роль хорошей мамы. А вот Евгению Полунину я утвердил вместе с сыном, это ее маленький малыш, и первоначально должен был быть играть другой актер. Но все объединились, потому что понимали, насколько важна эта тема, насколько важно достучаться до сердец людей, и именно благодаря таким проектам это можно будет сделать. Михаил, я предлагаю продолжить нашу беседу сразу после короткой рекламы. И напоминая сегодня о проблемах детей-сирот, мы говорим с режиссером и бродюсером Михаилом Комлевым. Михаил, ну вот в первой части эфира мы посмотрели трейлер к фильму, и мы также же с вами отметили, что фильм основан на реальных событиях, что еще раз подтверждает, что жизнь – это лучший драматург. Вот расскажите, пожалуйста, более подробно историю, которая легла в сценарий фильма. Вы знаете, на самом деле здесь собирательная история, но мне однажды написала Диана Машкова. Это писательница, усыновитель, у нее четверо детей, трое приемных. Наташа Городицкая, про которую рассказала, они между собой подруги, и мне хотелось с ней познакомиться. И Диана мне прислала синопсис, где я увидел только две строчки. Мальчика выкидывают на свалку. В моей голове просто сразу пошли кадры. Я увидел, как это будет. Я понял, что это будет очень сложно, это будет по-настоящему, это действительно жизнь. Я предложил встретиться, мы встретились, стали обсуждать, стали думать, у кого были какие истории, и все это соединили в один сценарий. Мальчик, который появился здесь, и мы его все видели, его сыграл замечательно, Саша Полунин, ему 4 года, и на премьере он читал у нас стихи, поражал зал своей картавостью, это было очень трогательно. Он сыграл очень эмоциональную роль, но с детьми очень сложно работать на площадке, потому что каждый ребенок заслуживает определенный подход. Они не могут сниматься, как взрослые. И когда мы стали работать с Дианой, собирая все эти истории, у нас получился живой прототип мальчика, который есть на самом деле. Диана лично с ним знакома. К сожалению, этот мальчик в реальной жизни, он погиб. Когда ему было 16 лет, была глупая смерть, он делал селфи и упал с вышки. И была моментальная смерть. В нашем же фильме, ну, я убрал все эти моменты, я все связал все-таки через мать и через отца, и как бы показал, действительно, это не родной отец Алексей Корнев, это новый хахаль матери, который ей ставит условия. И все происходит буквально в считанные секунды. Мать пытается изнасиловать на глазах у ребенка, ребенок видит этот эмоциональный момент, начинает кричать, плакать. Мужчина, которому только что отказала женщина, а они распивали спиртные напитки, хватает малыша и перед матерью ставит условия. И она оказывается слабой женщиной. Она отказывается от своего ребенка ради этого мужчины. Наверное, самый драматичный момент. Самый драматичный момент – это когда этого малыша увозят на свалку, и она плачет и просит еще раз подумать, простить, взять этого ребенка. А он принципиально говорит – нет, выбирай, либо я, либо он. И у нас очень сильная сцена прощания матери и ребенка у меня всегда подбирает горло, потому что это очень эмоционально. И могу сказать, вот вчера, позавчера была премьера 14 ноября, и мне сообщили, к сожалению, неприятную новость практически из моего фильма. Папа присутствовал на похоронах одной женщины, у которой двое детей, муж – наркоман, у нее нашли какую-то болезнь. Муж нигде не работает, соответственно, они живут в квартире матери ее. Она не выдержала и просто бросилась под поезд, оставив двух девочек 6-7 лет просто сиротами. Муж – наркоман, они, соответственно, ему не нужны. Мать, я уже пожилая женщина, да, наверное, какое-то время она возьмет опеку над этими детьми. Но я считаю, что человек не вправе быть таким эгоистом, если у него есть дети. Если ты идешь на этот шаг и рожаешь детей, то, значит, ты должен быть в ответе за то, что ты даешь жизнь этому ребенку. А если ты так поступаешь в своей жизни, то дети попадают в детские дома. И, к сожалению, на сегодняшний день 55 тысяч детей находятся в детских домах. Мне после премьеры люди плакали, подходили, писали, и даже две женщины мне написали, что мы задумались, чтобы усыновить ребенка, для нас это важно. И в процессе создания, когда люди узнавали, что мы будем делать такой снимать фильм, нашлись две женщины, правда, они живут за границей, которые сказали, мы живем хорошо, мы хотим взять ребенка из России. Но, насколько мы знаем, есть закон в России, который не позволяет брать детей иностранцам. Поэтому очень сложно, несмотря на то, что они сами русские, а мужья иностранцы. Но я все-таки верю, что детей по-настоящему будут брать с ними, будут поступать хорошо и давать дорогу в жизнь. У меня есть пример, вот подруга моя одна, она боролась за ребенка, чтобы вытащить его из системы три года. Три года боролась, но она победила. Она вытащила этого малыша, он по-настоящему искренний, он по-настоящему честный, он добрый. И фильм, и главная его позиция в том, чтобы детей у 10-12 лет брали в семьи. Потому что это считается сложным возрастом. Не хотят брать подростков. Не хотят брать. Все хотят брать малышей, потому что можно еще что-то сформировать, можно еще что-то с ним сделать. А 12 лет у тебя уже сложная судьба, у тебя уже сложный характер, у тебя уже много травм, и много-много всего того, что мешает тебе по-настоящему полюбить совершенно чужих тебе людей и открыться. И проходит очень сложный этап адаптации. И вот для этого мы сняли фильм, чтобы показать, что ни в коем случае нельзя разделять семьи. У нас вот этот маленький мальчик, у него через 10 лет появляется сестра, о которой он узнает, ее тоже приводят в этот же детский дом. Но это уже родная дочь Алексея и Евгением, которые сыграли плохих родителей. И когда он узнает, что она есть, он ее сначала не принимает. Но он 10 лет же в детском доме совершенно один. И тут ему говорят, тебе есть сестра. Он в это не верит, но постепенно он ее принимает. И когда первый раз приходят знакомиться приемные родители, так и есть на самом деле в жизни 95%. Им очень нравится девочка, они хотят ее удочерить. Но когда они узнают, что у нее есть старший брат, а папа резко говорит нет, и эту роль сыграл Станислав Садальский. Нет, нам нужна только девочка. И вот Толя всеми правдами и неправдами от Гатумакина, которая сыграла хорошую маму, она пытается войти в этот процесс, удовольствовать, повлиять, познакомиться. И когда они уже начинают знакомиться, то раскрывается другая картина. Но я Стаса Садальского показываю не хорошим папой и не плохим папой. Я делаю такой прототип, который присущ многим людям, у которых есть деньги. А если у меня есть деньги, я хочу маленького ребенка, у меня, значит, будет маленький ребенок. К сожалению, в нашей стране детьми торгуют. И чтобы вот по-настоящему вытащить ребенка из системы, приходится сделать очень много. Вот это самая большая проблема, которую хотелось затронуть. Наш фильм поедет по международным фестивалям, по российским фестивалям. Мне уже поступили предложения, чтобы организовать показ даже в Думе для каких-то других людей, которые, возможно, поддержат. Мы снимем полный метр, расскажем более подробно. Потому что фильм снят на народные деньги. Кто переводил 100 рублей, кто переводил 500? Но я был благодарен каждому человеку, потому что бабушка, которую мы сегодня видели, когда поезд следовал и переводит 500 рублей со своей пенсии, для меня это очень много. И мы пробовали собрать деньги через платформы, но это было сделать невозможно. Мы выставили 30% налога. То есть вы должны заплатить еще. Заплатить, да. Я сказал, что это неправильно, это благотворительный проект. У меня все работают абсолютно бесплатно. У меня вся команда снималась бесплатно, работала бесплатно. Мы нашли ресторан, который бесплатно нас кормил, нам привозили еду. И Дом кино нам дали бесплатную площадку. Почему мы должны платить какой-то непонятной компании, когда мы делаем по-настоящему благотворительный проект и делаем доброе дело. А как долго вы снимали этот проект? На самом деле подготовка к нему шла достаточно долго, несколько месяцев. Но я организовал все так и сопоставил графики всех артистов, чтобы не выбиться из съемочного графика 9-10 дней. Был съемочный период. И была еще уникальная история, что на этот проект я взял двоих детей, 12 и 13 лет. Один из мальчиков из детского дома, его зовут Сережа Яткин, другой мальчик Никита Байдак. Это его сейчас брат получается в семье. И они у меня фотографировали полностью весь фильм. Ко мне очень многие известные люди просились, фотографами и так далее. Но я решил, что лучше, чем дети, никто не сможет передать... У них свое видение. Да, у них свое видение. И плюс один из них прошел в детском доме весь этот путь. И мне хотелось вот как-то сделать какой-то такой добрый жест, который ему в будущем поможет. Получилась на самом деле очень хорошая фоторабота. На открытии нашего фильма о работе веселья люди хвалили, фотографировались. Жаль, что мы сегодня не можем этого показать. Но я верю, что через власти нам удастся договориться и эту фотовыставку сделать, например, на каком-нибудь бульваре в центре. Я хочу, чтобы люди видели, как могут чувствовать дети. И что детям по-настоящему нужна поддержка, забота и любовь. Михаил, а вот с какими трудностями вы столкнулись при создании фильма? Потому что, как вы сказали, конечно, когда миссия благородная, все звезды складываются. Вы говорите, что очень много работало и волонтеров, людей, которые просто хотели помочь и создать такой прекрасный проект. Но были какие-то сложности, которые как-то вас вбивали? Конечно, сложности начались практически с первого момента. Потому что, когда я сказал, что у меня есть какая-то определенная сумма денег, мне все крутилевые скаи говорили, ну, с такими суммами фильмы не снимаются. И еще и собрать звезды, и собрать профессиональное оборудование. Что такое там 300-400 тысяч для фильма? Ну, это вообще ничего, с такие деньги просто никто не снимает. Но я сказал, давайте, если вы верите, давайте будем пробовать. Мы собрали какую-то определенную сумму, мы договорились о съемках. Первый день у нас мы снимаем футбольное поле, дети-сироты и дети-актеры, которые играют в футбол. И дети из приемных семей присутствуют на трибуне. Я специально написал эту сцену после того, как пообщался с детьми и сиротами. Я очень много проводил кастингов и пытался найти среди них на вот маленького мальчика, который играет Саша, по-моему, подросшего мальчика. Но, к сожалению, дети в силу своего необразования актерского не могли сыграть эту роль. Но я понял, что я не могу от них просто так отказаться. Поэтому все истории проникли в глубину сердца. Я написал специально для них две сцены, и мы снимали первый день. И на следующий день у нас должны были быть съемки в детском доме. И за день до съемок нам говорят, что в детском доме вам отказано. А у нас три съемочных дня в детском доме, куда приезжает Садальский, куда приезжает Вера Бабичева, куда приезжает Полунина и многие-многие другие известные актеры. И я не понимал просто, что делать. Вот у меня идет съемочный процесс. Параллельно я еще что-то хлопаю хлопушкой. Параллельно я расставляю правильно актеров. Мы выставляем свет, и у меня разрывается телефон. В перерывах я его включаю, чтобы звонить, находить людей и как-то решить этот вопрос. И вы не поверите, в 6 часов вечера мне подтвердили школу-интернат. По-моему, 102-я школа-интернат в Свиблова. Сказали, что да, вы можете приехать снимать. Тогда я выдохнул, и у нас продолжили съемки. Были моменты, когда мы не успевали, скажем так, в съемочный день запланировано определенное количество сцен, но не все сцены попадали, скажем, в съемочный период одного дня. Приходилось переносить. Михаил, к сожалению, время нашего эфира ограничено. У меня будет последний к вам вопрос. Вот вкратце расскажите нам о своих планах. Собираетесь ли вы продолжить развивать эту тему? Я собираюсь заниматься и этой темой, и другими. Я очень много занимаюсь благотворительностью, связанным изучением детей с особенностями развития. В моих роликах и других работах принимали Ирина Хакамада, и Велина Блёд, он с «Дети с особенностями развития синдромом Дауна». У меня написан сценарий на полный метр. И также я буду заниматься темой, связанной с онкобольными. Михаил, я благодарю вас за интересную беседу. Я желаю успеха вашему фильму. Спасибо большое. В эфире была программа «Молния». Всего вам доброго. До свидания.